еще раз вернемся к теме захоронение в землю вообще ситуация нашей цивилизации она сегодня претерпевает такую огромную бомбардировку всевозможными правильными вопросами один из этих вопросов каким образом человечество рождается мы должны это видеть и второй вопрос каким образом она не умирает а утилизируется с поверхности земли дело в том что многие сейчас например скажут да очень просто вот хоронит как и хоронили но на самом деле не все так просто я уже говорил во-первых что в китае проблема существует с захоронениями их просто никто никогда не хоронил опять же люди с прямыми мозгами мне говорят что они сами видели богатые кладбища товарищи я вам говорю про совершенно другие цифры по моим подсчетам которые я сделал по официальным данным которые приводят википедия о китае с 50-х годов до сегодняшнего дня там умерло примерно миллиард с лишним человек миллиард должно быть соответствующее количество утилизационных захоронений пусть это будет расстановленные могилы или может быть штабеля или братские могилы или может еще что-то только не говорите мне что их всегда сжигали потому что закон о сжигании китайцев был пущен в китайское общество только в прошлом году после того как я выдал уже на эту тему десяток наверное своих статей и фильмов в которых я спрашивал товарищи куда вы деваете свои трупы и вместо того чтобы ответить они сказали что вот мы теперь с этого дня сжигаем а куда предыдущий миллиард делся неизвестно был также один не буду фамилию называть китаевет как он назывался он сказал что их прикапывают эти трупы на краю рисовых полей мол там вот они все и лежат но вы же видели сами эти поля вы видели их границы куда прикапывают вы понимаете что это невозможно если все это так было то китайцы бы там ходили по этим рисовым полям по колено в воде и гремели бы костями не своими а теми которых они там прикопали потому что там же живут всякие и рыбы у них и и сомики и угри они все время показывают как они их ловит на своих рисовых полях или они хотите сказать туда бросают в рисовое поле и там эти сомики угри объедают что ли эти трупики нам-то это никогда не показали и вообще этих трупов нету физически нет должна быть индустрия у нас например в россии индустрия похорон одна из самых мощнейших мафиозных систем там на таком уровне крышуется и тот человек владеет этой системой что я его даже называть боюсь понимаете кто он у нас находится там в официальной власти просто боюсь называть потому что это слишком высокий уровень даже для того чтобы назвать его просто в контексте а там в китае там миллиард у нас здесь сотни миллионов а у них то миллиард то есть это индустрия еще какая а чтобы сжигать то это нужны соответствующие какие-то мощности и опять же чтобы сжечь миллиард покойников за это время нужны соответствующие мощности печей и различных горючих материалов ни того ни другого в просто никогда не было может быть сейчас начнут строить так вот это одна ситуация вторая ситуация что по всей европе в принципе все похоже я тут изучал например лондон его окрестности до этого мы изучали питер и самое интересное знаете что нет нигде древних кладбища вы наверное со мной согласитесь самому древнему кладбищу датировка 19 век а 18 век иногда встречаются кладбища действительно 18 века и эти кладбища являются кими кладбищами так например в питере так например в туле и за ними кладбищами то есть древнее еще нет кладбищ никаких то же самое касается например в дербенте там тоже те кладбища которые есть они считаются почему-то мусульманскими хотя там стоят в хаотическом положении какие-то палки над этими могилками такие каменные палки но местные считают что это обряд раннего ислама но пусть будет так но все равно эти кладбища они все равно не перешагивают 18 века и вот тут возникает опять новый вопрос но уже к нашим территориям если на наших территориях я имею ввиду русь россию и европу если на наших территориях действительно были цивилизации мощные и были люди в том количестве людей в том своем количестве в котором заявляется то куда девались трупы вот скажите пожалуйста куда они девались я например не могу найти объяснение этому вопросу ответа этому вопросу потому что я не знаю куда в таком количестве девались люди а это количество больше чем число погибших за последние десятилетия китайцев умерших китайцев это уже десятки миллиардов человек для руси и европы десятки миллиардов вы понимаете что от них должно оставаться и тут возникает очень такая в памяти интересная фишечка когда были в алексине на святом источнике про которым я недавно был фильм то на противоположном берегу от этого источника там находятся такие территории то есть обычные поля их не пашут никогда но они такие поля на которых выгуливается скот и вот мне рассказывали что в 90-е двухтысячные годы когда там начали проводить через эти поля проводить водовод ктури атаки то там как раз проходил такая интересная операция пришли кгбшники тогда еще кгб по-моему было ли фсб уже не помню они сели в каждый трактор оцепили территорию и трактористы стали раскапывать вот эти траншеи под присмотром фсб почему а потому что на метр примерно на метр вся земля которая там была вот под верхним дерном она была усеяна черепами и костями людей по крайней мере мне так сказали те кто был присутствовал при этом даже говорит вот эти черепа были сначала в первый момент красовались в кавычках конечно у трактористов там внутри кабина потом уже конечно заставили больше не брать этого и не издеваться над трупами и самое главное ни один краевед ни один кривит а я многих тогда знал кривитов и знал того краеведа который ту территорию исследовал никто не смог ответить откуда такие количество погибших это были не могилы это были тотальные поля усеяны откуда брались эти люди непонятно и вот такие моменты точечных вливаний непонятных захоронений они есть с другой стороны есть анти захоронения распиаренные во всю куликовом поле не имеет никаких костей на своей территории испарились что ли а там они куда делись а куда делись еще люди от других захоронений вспомните нам говорили что 600 тысячное по моему такое количество было в армии французов плюс еще сопровождение то есть сопровождение по по крайней мере увеличивала вдвое эту армию вот они шли на нас своей войной погибли как известно все не вернулся ни один где трупы наполеонов с где просто покажите где эти могилы нам скажут что они все забыты друзья это был девятнадцатый век как они все забыты а что французы о своих героях о своих погибших гражданах что не заботились что ли или может это не французы были вовсе то есть вопросы возникают к системе захоронения и вот решая ее на первом этапе я честно говоря не знаю как ее решить вообще но на первом этапе решая эту систему я прихожу вот какому выводу что захоронение в землю придумала христианство захоронением она пыталась решить ту самую систему которая вписана в канву версии о воскрешении христа там ситуация была какая его когда убили поместили в какую-то пещеру ну пещера это скажем могилы по-русски если так уж потом когда эту пещеру вскрыли то увидели что тела христа нет и возникает вопрос куда она делась и потом уже увидели его как воскресшего кто-то его узнал так вот чтобы воскресать в христианстве и естественно в авраамических всех религиях была придумана следующая канва если человек умирает нужно сохранить его тело потом это тело через определенное время определенными магическими ритуалами или медицинскими каким-то образом трансформирует и она либо оживает совсем либо на какой-то короткий промежуток и вот в этом моменте самое главное это первая фаза сохранить тело человека сохранение тела человека это стало правильным нужным требующимся моментом только тогда когда пришло в свет христианство а христианство пришло в свет у нас если мы правильно посчитаем только в 19 20 веках поэтому все захоронение которые производятся по христианскому обычаю они датируются только не ранее 19 века поэтому кладбищ христианского плана ранее 19 века не существует но поскольку вся религия авраамизма формировался в один момент примерно в один исторический конечно момент это был конец 18 может быть 18 век самый ранний я как бы допускаю то тогда и ислам и христианство и масонство нужно датировать именно этим веком 18 век и вы прекрасно знаете что масонство ислама христианство и иудаизма датированных по чесноку раньше 18 века не существует первые храмы христианство масонство и иудаизма и ислама были основаны в афганистане и они были основаны с 1720 года и позже вот тогда а то что вы сейчас называете мне вот так через экран какие-то другие варианты например там какой-нибудь голгоф еще что-нибудь это все выдумки свежего периода примерно конца 19 начала 20 года это все свежие и государства и рассказы о них и события и выдумки и сказки и даже библейские описания так вот теперь вернемся опять к захоронению в землю если захоронение в землю было описано и придумано вслед за христом то тогда смысл его становится понятным человека хоронят потом выкапывают его через какое-то время проверяет живое на неживое как нам тогда раньше рассказывали а на самом деле то выкапывали по другой причине просто вот смысл выкапывания был к тому возведен что посмотреть могут ли они его оживить или нет и некоторых оживляли а нам уже говорили что да нет он в риторгическом сне был он просто проснулся да нет это был как раз тот самый определенный ритуал именно воскрешение потому что воздух как известно кончается там достаточно быстро это мы знаем из различных фильмов когда людей погребали в фильмах туда заживо ну и наконец сам обряд сохранения тела для того чтобы оно было воскресло это получается как раз тот самый восемнадцатый девятнадцатый начало двадцатого веков вот этот период большой это все не в один день делалось это все разрабатывалось долго я много раз вам говорил уже об этих истоках мы возвращаемся естественно мы к теме древнего египта когда они клали своих царей как они говорят какие-то могилы для того чтобы они там хранились вечно потом воскресали то этот сам обряд было христианами заимствовал не из египта а разработал христианами самолично у этих самых масонов и это все было сделано в восемнадцатом девятнадцатом девятнадцатом веке поэтому когда находят мумии египетские то они их находят только из тех времен которые в египте были как раз в восемнадцатом девятнадцатом веках когда и стал египет достижим когда оттуда и пошли все эти различные товары и изделия и как раз в девятнадцатом веке оттуда и туда и со всех других территорий пошли перекрестные вот эти доставки мумий о нем об этом сейчас много пишут и говорят это как раз было сделано именно с теми целями что допустим купить себе какую-то мумию вот тебе руководство от масонов и ты берешь это руководство и человека воскрешаешь и человек тебе будет всю жизнь обязан или может быть там ты за это какую-то премию получишь то есть вот какой смысл а христианство как религия получил бы еще одно доказательство а может быть они вот этим воскрешением мумий решили поискать себе того человека который реально станет христом которого можно было бы представить миру по крайней мере такую версию я слышал от сотрудника госархива которая занималась христианством ранним христианством которая была ревизором раннего христианства и которым я сказал что иисус христос родился в 1900 году распяли его в 1933 что в принципе стыкуется очень даже хорошо так что древний египет это все 18 19 20 века даже больше 19 20 и строили его уже нынешними методами и никаких этих самых древних государств там не было и еще остается вот в этой теории когда мы поняли что хранить начали только в христианские века то есть 19 20 еще остается один все же непонятный вопрос куда девались трупы людей которые умирали возможно до прихода христианство у меня есть очень большая уверенность внутренне что никакого вот этого раннего периода его вообще не существовало я почему так уверен потому что все те псевдо истории которые нам пичкают о временах ранее 18 века ранее 16 тем более века они все не выдерживают никакой проверки это все выдумки которые можно насочинять не отходя от кассы в любом количестве и ни одна из них не будет соответствовать реальности поэтому обобщая всю эту теорию вспоминая недавний свой фильм о том что жители сахары и тех самых пустынь когда умирают превращается в тот самый песок и песок это та самая пыль которая остается после них то вот здесь я как бы думаю что действительно до какого-то момента до например 18 века люди когда умирали у них срабатывала система самоудаления и она превращала именно людей может быть не только людей может быть и роботов или может быть только роботов но не людей в ту самую пыль в тот самый песок недавно по телевизору показали старый фильм называется звездная пыль и там когда звезды умирают буквально люди которые являются звездами они превращаются в эту пыль может быть не зря все эти намеки нам даются иначе давайте берем в руки лопаты и начинаем искать скелеты наших прежних цивилизаций мы должны найти их достаточно много чтобы быть уверенными что эти люди когда-то существовали а пока нет тела нет дела